У меня такой вопрос возник, я сейчас много разбираюсь с тобой, и возник вопрос тоже, слушала Иринину вопрос, про разницу созависимости и здоровой взаимозависимости, потому что, я могу ошибаться, на мой взгляд, мы все друг от друга как-то зависим, особенно в близких отношениях, начиная, когда мы рождаемся, появляемся в утробе матери, мы уже становимся зависимы от матери, то есть мы изначально уже как-никак зависимые в мире люди, и здесь хочется понять разницу, я тут записала, как человек из здоровой взаимозависимости попадает в созависимость, это, я уже предполагала, может быть, да, как люди делают шаг, каждый навстречу друг другу, если кто-то стоит, а кто-то делает, 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 и уже, ну, не замечая, не отдавая себе отчет, сколько он сделал, ну, примерно как у меня на этаже было с Мишей, если помните, делает и не отслеживает, в какой-то момент он, может быть, человек попадает в собственную ловушку, да, как Ирина говорила, не успевая отследить свои чувства, свои состояния, при, может быть, плохом контакте с собой, попадает в собственную ловушку, когда у него уже большой за спиной рюкзак негативных чувств, ожиданий неосознаваемых, и получается, что когда в эту ловушку созависимости, он попадает сам, потому что не... Послушай, я не понял, у нас с тобой, мы ведём совместный семинар по созависимости, или ты вопрос хочешь задать? Вопрос, как это, вот эту разницу между, как это отследить и поймать, что ты из здоровой взаимозависимости попал в созависимость, и как это отследить на ранних этапах? Это серьёзная заявка на то, чтобы всю жизнь просчитать и проконтролировать. И, в принципе, это возможно. 20 лет психоанализа. И тогда точно научишься, научишься отслеживать вовремя. 20 лет, два раза в неделю ходить в психоаналитику, и всё поймёшь. Но тогда уже просто наступит возраст, когда и все эти созависимости, взаимозависимости уже неинтересно станут. Вот. А так в жизни, ну давай теперь серьёзно перейду, перейдём и смотри, ну как бы, ну это же базовые какие-то вещи, мне даже как-то немножко даже неудобно их произносить, но давай попробуем. Я не могу без тебя жить. Если это говорит человек взрослый в партнёрских отношениях, то это означает, нужно завершать для другого. Другой стал смыслом жизни. Угрозы суицидом, угрозы я без тебя сопьюсь. Иногда в каком-то состоянии обострения крайнего. Ну, мы можем понять, это как метафора речи. Ну, если вот такого рода, как бы, не могу без тебя, там, сдохну, я там. Ну, это бывает при расставании, если другой уходит. Ну, на точке обострения, ну, это тоже нормальные, легитимные реплики. Ну, если это так, ну, как бы, давай так, взаимозависимость. Могу с тобой, могу без тебя, выбираю с тобой. Но это не такое нейтральное состояние, нет. Если ты уйдёшь, я буду переживать, мне больно. Я строил, строила свою жизнь так, чтобы идти дальше с тобой. Ну, вот, мне трудно. Вот, видишь, тут существуют такие тонкие подсознательные ловушечки, когда другой, другого мы обставляем словесно так, что он уже и не хочет, и не любит с нами, но чувствует такую дикую вину и такую неблагодарную неблагодарность, что он остаётся из вынужденности, из жалости, из чувства долга. Потому что другой партнёр обставил буквально капканами вариант выхода. Поэтому когда-то мы, может, вы видели там, когда вели с Таней Мужицкой этот семинар про мужчину и женщину за чашкой кофе и дальше, мы там сделали такие постеры, ну, как бы, основные идеи. Одна из идей, которую мы сформулировали, как, ну, ключевой для семинара, как только вы полюбили человека, отпустите его. Не превращайте его в свою собственность. Не нагружайте жёсткими правилами ожиданий. Вы можете честно говорить, что меня ранит в твоих действиях, в твоём поведении. Если нет возможности говорить о переживаниях и чувствах. Если другой человек не слышит меня в моих переживаниях, чувствах. Если всегда партнёрство – это взаимный компромисс, взаимозависимость – это взаимный компромисс. Когда я отдельный человек, я учитываю только себя, заботюсь только о себе и люблю только себя. Как только я вхожу в партнёрские отношения, я раскрываю двери, границы жизни для того, чтобы пустить другого человека и в границы личной жизни впустить другого человека. В силу разности наших психических конституций, наших базовых религиозных и психологических загрузок, наших личных психопатологий и акцентуаций, когда люди более-менее дистанцированы, это одна ситуация. Как только они сближаются, эти границы раздвигаются, мы же здесь встречаемся не только в конфетно-букетном состоянии, мы только хорошее приносим. А здесь, когда границы эмоциональные, глубинные, сексуальные, теневые, мы встречаемся и с тенью, и с вытесненным, и с болезненным, и с трудным в другом человеке. И мы свое трудное уже не можем прятать. В семейной жизни невозможно стоять на цыпочках круглые сутки. И если мой партнер, моя партнерша берет меня с моим теневым, и с моим позитивным, и личности, душа, и чего-то трудное, которое может зашевелиться и высвободиться, и я беру другого человека именно таким же образом, мы вместе проходим путь. Вместе на каком-то этапе вот подъем закончился и становится сложнее, потому что розовый туман ушел, начались будни, и я смотрю, как тебе со мной, как мне с тобой. Ну, мы честно говорим, как только один из партнеров вытесняет себя, закрывается, запрещает себе звучать, чтобы не потерять другого или не ранить другого. Это значит уже, ну, как бы, глубинная законченность. И мне такой трезвый вопрос. А вот эта поверхностная, социальная, зачем, если глубинного контакта нет? У нас тут, как бы, контакт, близость, все сводится к этой, ну, пресловутой сексуальности. Ну, она даже невкусна, скучна, пресна, неинтересна. Ее даже называют в таком случае супружеским долгом, понимаете? Если близости, интимности, сердечной нет, так нахрен этот супружеский долг? Ну, типа, чтобы брак был прочным. Так он не на этом супружество держится. Она в глубинном слышне, интимности, сердечности, контакта. Ну, вот, в какой-то момент сексуальности в течение жизни, там, у кого-то в 40, у кого-то в 50, у кого-то в 60, у кого-то в 70, рано или поздно одна, она угасает. А есть ли нам, кроме этого, аспекта, чем жить друг с другом? А это и есть любовь. Ну, любовь – это не затыкание другим человеком своей потребности в близости. В таком случае это заменяемые вещи. А это вот я вижу тебя, выбираю тебя, хочу глубже знать тебя, хочу слышать тебя. Ты можешь звучать такой или такая, какой ты есть. Для меня ты цена, ты ценен таким, какой ты есть. Тебе больше не надо прятаться, не надо стараться быть хорошим или хорошей для меня. Я выбираю тебя. Вот это ключевое. Люблю уже, ну, обесцененное слово, там, что там еще. Хочу с тобой детей завести. Уже это не звучит. А ну, выбираю тебя, при этом я выбираю тебя. Каждое слово звучит со значением. Иногда человек может выбирать, но не видеть. И в этом смысле до вступления в какую-то серьезную интенсивность, ну, покажи себя, ну, испугай теневым аспектом себя, своими страхами, опасениями. Может, какой-то меркантильностью, может, неуверенностью, серьезностью намерений партнера. Покажи ему это, что там на глубине. Потому что рано или поздно оно вылезет все равно. Поэтому лучше испугайте человек трудным своим на входе, при условии, если у него серьезное намерение. И опять же, смотрите, я не говорю про правильно и неправильно. Нет. Я просто вместе с тобой, Дина, рассуждаю, потому что ты сидишь, вот я сижу вот на фоне телевизора, ты сидишь, как будто на том же месте, на диванчике, на котором всегда сидишь, когда приезжаешь сюда. И мне, родненькая, не наплевать, а искренне сопереживать, на что бы сейчас какой-то свой эмоционально-чувственный детокс ты прошла, и чтобы у тебя все сложилось. Вот. Чтобы сложилось, чтобы произошло, чтобы даже вопрос созависимость, взаимозависимость. Понимаешь, это фигуральный вопрос. Кажется, теоретически мы поймем и не вляпаемся, вовсе не так. Потому что в созависимость нас влечет наш паттерн, наш страх потерять, наше такое импульсивное желание выплеснуться и отдать себя всю, потерять себя, лишь бы он не ушел. Но чем больше ты отдаешь себя в безусловном партнерстве, взаимодействии, жертвенности к другому, тем в меньшей степени эго-сознание человека способно ценить это. Все, всюду, где мы пожертвовали собой ради других, все эти люди нас оставили, потому что не должны были оставить. Потому что ценно, сейчас я разговариваю, конечно, такие вещи даже в интернет нельзя выпускать, а то Роскомнадзор меня заблокирует. Ценно только мы, эго-сознание наше ценит только то, где есть риск потери. Ценны те отношения, в котором есть некоторая условность. Ну, то есть условия, что ну, как бы вот, ну, то есть я берегу тебя, потому что ты меня любишь не безусловно, а потому что тебе хорошо со мной, а мне хорошо с тобой. Вот, если есть некоторый легкий риск потери, ну, человек ценит себя, например, ты ценишь себя, а я обесцениваю тебя. Если ты выберешь себя, и я знаю, что ты выберешь себя, я продолжаю ценить тебя. если же ты созик, я цепляю тебя на любовную иглу, и потом потихонечку приручая, съедаю тебя, выпиваю твою силу, достаю из тебя любовь, сексуальность, эмоции, чувства, привязанность, я накачиваю свою значимость через тебя. Вот, а потом у тебя уже сил на себя нет, понимаешь, поэтому жертвовать собой в пользу других людей не имеет смысла, если это не взаимно. И даже если взаимно, важно, чтобы мне не терять себя и ценность себя. Первый сигнальчик, если человек ценит меня меньше, чем я ценю себя, даже в дружеских отношениях, нужно уходить. Если человек дает ценность нашим отношениям, нашему контакту, нашему взаимодействию, и я даю этому ценность, такие отношения вне зависимости от контекста достойны того, чтобы их поддерживать. Вот, созависимость это желание гарантированно вляпаться и другого раствориться в нем, чтобы он точно никуда не делся. Но тебя тогда не будет. То есть, видишь, совместность и баланс совместности в партнерстве и отдельности. Вот, и это каждый раз нащупываем живую. А я просто поговорил как-то с тобой, потому что мне очень хочется, ну, ну, просто очень хочется. Я не буду говорить, что просто очень-очень хочется. Субтитры сделал DimaTorzok